Если вас мучают головокружение и головные боли, или то или другое по отдельности, то что можно с этим сделать самостоятельно? Итак, как правило, то есть это больше 80% людей, которые приходили ко мне на прием, головокружение связано с сжатием позвоночных артерий, позвонками, при смещении позвонка, то есть листез, при, возможно, смещении остистых отростков, то есть повороту позвонка на сторону. Я называю подвык, некоторые оспаривают этот термин, не суть. В общем, есть позвоночные артерии, которые питают мозжечок и продолговатый мозг. Если они зажимаются, то у человека возникает головокружение. А так как зажимаются они позвоночником, то натянутые связки и мышцы рождают болевой синдром, поэтому головокружение и головные боли, как правило, вместе. Итак, что можно сделать? Сделать можно следующее. Можно задать шею растяжку, таким образом освобождая артерии и расслабляя мышцы. И растяжку можно задать двумя способами. Буду показывать первый. Для того, чтобы реализовать эту растяжку, берем лечебный воротник надувной. Он продается в медтехнике, продается в некоторых аптеках, но далеко не в каждом городе. Штука, в принципе, нередкая, придумана давно, но широко не применяется. Итак, допустим, мы его уже купили. Дальше начинаем его надевать. После того, как надели, поправляем. Его стык, его половинок должен приходиться строго под подбородком. Вот, надел, расправляю, закручиваю стопорное колечко, чтобы не выходил воздух, начинаю качать. Когда он наполняется воздухом, он поднимается вверх, растягивая шею. Но сейчас он еще совершенно не накачался. Продолжаем. Накачка произошла. Он выбрал всю длину моей шеи, сейчас будет растягивать мне шейный отдел позвоночника и тянуть голову кверху. Так, смотрим внимательно. Поворачиваюсь, чтобы было удобнее видеть. Достоинством этого воротника является то, что он не просто растягивает шею, он еще фиксирует голову в правильном положении. То есть, когда он накачан, он не позволит вам ни наклонить голову, как это делают многие, ни закинуть ее назад. Потому что и в том, и в другом случае вы напрягаете мышцы шеи. Он фиксирует взгляд по горизонтали, по шею вверх. Когда накачан, говорить немного трудно, он слегка придавливает горло. Но это хорошо, наоборот, значит, в размер. То есть, в принципе, я могу спокойно дышать. Вот, вот теперь пошло конкретное растяжение шеи. Скорее всего, на щеках у меня румянец. То есть, он берет нагрузку на себя, он разгружает мышцы шеи, выравнивает шею принудительно. Благодаря этому по позвоночным артериям, да и по сонным немножко тоже, приток крови в голову увеличивается. Покраснение лица этому свидетель. Вот, вот теперь я накачал конкретно. Практически не сжимается, не дает поворачивать и наклонять голову. Ну, движение минимальное. Что это мне дало? Приток крови вначале воспринимается, как пульсирующее тепло в голове. Когда вы чуть-чуть привыкаете, как правило, проходят головные боли, и вы замечаете, что зрение стало острее. Почему? Потому что вот здесь вот сзади не только мозжечок и продолговатый мозг. Здесь затылочная кора, она отвечает за зрение. Шея вытягивается где-то примерно миллиметров на 8, если мы говорим о взрослом мужчине. То есть это толщина мизинца, это достаточно много. Столько же она прибавляет за время, когда мы расслабляемся во сне. Или за несколько минут в воротнике. Так. Ну, еще немного постою, скажу, как применять. То есть потом в нем можно так спокойно ходить, груша болтается. Время. То есть время от 5 минут за 1 раз. И лучше 2 раза в день. То есть 2 раза в день по 5 минут. Это начало. Почему? Потому что сосуды, когда мы их резко разгружаем, дают много крови в голову. И сосуды мозга не справляются. Сосуды шеи мы освободили. А сосуды мозга, они должны пристроить весь этот объем крови именно туда, куда нужно. Мозг очень четко следит за кровоснабжением мозга. И это очень большая для него резкая перемена. Поэтому 2 раза в день по 5 минут этого хватит. Это много. Еще 2 часа после этого длится эффект. Потом вы можете по минуте в неделю добавлять до 10 минут. Начну сдувать уже. Ну вот. Он сдувается. Ощущение, конечно, смешанное. Хочется продлить. И вместе с тем облегчение. Потому что растяжка мышц прекратилась. Снимаю. После этого нельзя наклонять голову ни в стороны, ни вперед. Где-то в течение минут 15. Опять же, влияние на сосуды, оно очень сильно и не нужно их лишний раз колебать. Теперь по срокам лечения. Головокружение можно снять, в принципе, за 2 недели применение воротника. 2 раза в день по 5 минут. Но имейте в виду, что оно не устраняет полностью причину. Это хороший симптоматический метод для домашнего применения. Не более того. Да, вы можете без таблеток избавиться от головокружения. Но как только вы перестаете применять воротник, через неделю он возвращается. И это нормально. Если произошел подвывих по звонкам, то да, мы за счет вытяжки снимаем давление и временно они как будто встают на место. Но когда мы даем нагрузку, он все равно скользит на свое старое место. Продолжение следует...